Добрый день! Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Юлия Тадеуш. И сегодня я приглашаю вас в гости в свой сад. Буду рассказывать о том, как он создавался, почему вообще в принципе я влюбилась в розы, ну и как все началось. Проходите. Вот сейчас самое такое время цветения роз. Очень красивое, которое я очень люблю. В саду жалко, вот камера не передает вообще ароматы. На самом деле все цветет очень активно. Но когда-то давно, в 99-м году, у меня этого всего не было. И мне попался журнал «Мой прекрасный сад». И в принципе я увидела там розы. Я увидела там желтую розу, которую я даже не понимала вообще, что это за роза такая. Она была не похожа на то, что дарили в букетах. И я прочитала, что это Грэхам Томас. Так в общем-то в принципе я открыла, меня до такой степени поразило строение его цветка необычное, что я начала искать всю информацию, которая может быть про эти розы. И постепенно я начала открывать для себя мир английских роз. Это было такое время трансформации и превращения, когда я в принципе человек не связанный с землей. Вдруг решил сделать сад. Сад, причем не просто, а розовый сад. Сад в английском стиле, потому что в то время я очень сильно увлекалась этим стилем. И я начала скупать вообще в принципе, еще не понимая, не умея, все, что вообще продается связано с землей. То есть все, что выращивалось из семян. Я перепробовала все многолетники разные. Я искала розы, но я не могла их купить в то время. И как бы все, что можно было вообще в принципе купить в продаже, это были польские саженцы роз, которые продавались просто как роза желтая и роза красная. Но, конечно же, я радостно схватилась за них. Я их посадила. Это вообще такой первый эксперимент. Хорошо, что я не посадила их вверх ногами. Догадалась, где у них вверх, где вниз. Но в целом, как бы, в общем-то, мой эксперимент с тех времен уже продлился. Вот длина уже такая с жизни с розами в течение 20 лет. И, конечно же, я нашла, поскольку я очень хотела, те самые английские розы, о которых я мечтала. Первые саженцы я привезла из Москвы. Потом стало возможно это покупать здесь у нас. И постепенно собралась такая достаточно большая коллекция английских роз. И я настолько сильно их любила и настолько искренне. Я пришла на садовый форум, который я нашла в интернете, свой первый. Это был такой дачный клуб. И там я начала вот читать все, что люди писали об английских розах, рассказывать, какой мой опыт. И все больше и больше затягивая вот в этом обсуждении, мы все больше все присоединялись. И такой получился целый кружок любителей английских роз. Но английские розы сами по себе, наверное, меня не столько привлекали, столько привлекали вообще комбинации их и использования в саду. Как их можно использовать, чтобы это было красиво? Мне не хотелось просто клумбу. Я не хотела просто розарии из одних только роз. Мне хотелось именно вот добиться той картинки, а на картинке вот в том самом журнале «Мой прекрасный сад» был Грэхэм Томас. У него была в ногах манжетка. Это я помню до сих пор. Были какие-то колокольчики. То есть это такая комбинация роз с многолетними травянистыми цветами, которая создавала такой романтический очень стиль. И вот именно этой картинки мне хотелось добиться. Поэтому я очень много экспериментировала, как вообще, в принципе, розы сочетаются с различными многолетниками. И для себя в своем саду, вот я как бы такое, как экспериментальное поле, вся моя деятельность привела к тому, что в конце концов я вообще стала профессиональным ландшафтным дизайнером. Так что спасибо розам, они вообще, в принципе, изменили мою жизнь. Что я могу сказать вообще о планировании своего сада? Мой сад спроектирован. Я вообще, в принципе, поскольку я все-таки дизайнер и художник, то начала я с того, что я нарисовала план. И я рекомендую всем вообще, в принципе, действовать по плану. Потому что тогда всегда получается, когда мы продумываем какой-то план, мы рисуем, как у нас будет все спланировано на участке, мы добиваемся более цельной и более собранной картинки. Мой сад вообще не просматривается ни с какой точки сразу. Он очень закрытый. Это вообще, я уже потом, работая ландшафтным дизайнером, узнала о том и изучила принципы построения садов по типу людей. Есть люди открытого типа и есть закрытого. Как выяснилось, я закрытого типа человек. Меня не смущают вот эти вот прямо наваливающие многолетники и кусты на дорожку. Мне нравится закрытое пространство, где я чувствую себя как в норке. И вот это вот ощущение норки дает мне комфорт и уют и покой. Мой сад не просматривается ни с одной точки целиком. И этот хитрый прием в ландшафте, он замечательен тем, что мы прячем границы сада. Вот у меня всего лишь 6,5 соток. Но когда приезжают люди и ходят по саду, никогда в жизни они не скажут о том, что он именно такого размера. Все потому, что его вот эта вот планировка с извилистыми дорожками. Потому что только вот здесь вот, где вот центральная дорожка, где есть у нас плитка, мы проходим по ней. Это основная связь от калитки к дому и к кухне. А все остальное у меня спланировано при помощи плавных линий, которые постоянно меняют направление, которые прячут наше пространство. Пошлите, покажу вам дальше. Каждое растение должно расти в своем месте. Я вот просто по ходу, пока мы идем, покажу вам вот здесь такой заросли у нас, папоротник. Это на самом деле самое тенистое место вообще, в принципе, на участке. Здесь падает плотная очень тень от дома. Вообще от строения самая плотная тень, которая может быть. Потому что тени имеют разную плотность. От деревьев более разреженные, там даже могут расти розы. Но вот в такой вот тени розы расти не могут. Поэтому здесь прям папоротниковый такой рай. И они чувствуют себя здесь максимально хорошо, создавая такой немножечко, я бы сказала, доисторически красивый вид. Вообще я люблю разные растения, поэтому разные растения здесь у меня и растут. Это вот зацветает здесь такая розочка, которая называется ясмина. Одна из моих таких самых любимых роз по аромату. Это кордесовский такой розок, сорт плетистой розы. И она пахнет жасмином, она пахнет свежими яблоками. И очень красивая у нее вот такая вот окраска. Серединка более светлая, края такие чуть ярче. Пахнет чудесно. Здесь вы видите, вот здесь вот у меня есть клематис, который вот растет. Прямо просто по веревочке вьется и на такую перголу декоративную. Вообще здесь очень много разных растений, очень много. Плотность посадок огромная. Я могу сказать, что я вот не боюсь таких плотных посадок, потому что в них наоборот получается, что розы меньше болеют за счет того, что все время есть барьер. Одно и то же, как бы вот если допустим нападает какое-то грибковое заболевание, то для того, чтобы дотянуться этим, ну соприкасались листики и заразили розы друг друга, между ними еще куча всяких растений, которые создают такой барьер. Это знаете, я все время говорю про то, что есть хорошее сравнение, когда сухостой в лесу и ты кидаешь спичку, все растут одинаково сухие деревья и сразу вспыхивает пожар. Вот это равносильно вот такому же. Если бы розы росли плотно друг к дружке, то как раз таки в таком случае все грибковые заболевания очень быстро передавались бы одно от другого. А за счет вот этих постоянных зеленых барьеров, которые не только дают постоянную декоративность, то есть даже когда розы отцветают, даже когда розы еще не зацвели, все время что-то цветет. И за счет этого сад всегда смотрится нарядным и красивым. Здесь вот у меня есть такие большие хосты. Хосты когда-то я увлекалась и даже их коллекционировала. Вообще я сразу хочу сказать про сочетание. Вот здесь вот очень много идет таких растений, которые в принципе растут как бы в полутенистых местах. Это и остильбы, и хосты, и в то же время здесь растут и розы. Я могу сказать, что вот это сочетание достаточно удивительно. Хосты вроде бы как из тени, розы тоже вроде бы как бы из солнца, и они по идее как бы не пересекаются друг с другом. Но если подобрать правильно, а чаще всего в тенистых местах, в полутенистых местах, потому что здесь просто тень нам дает деревья. И как бы розы могут быть особенно светлоокрашенные сорта, они в принципе неплохо себя чувствуют в небольшом притенении. А за счет того, что у меня на участке очень влажно, это все-таки вот колодище не зря называется наш поселок, около которого находится моя дача, и все как бы рельеф весь идет на понижение. И за счет этого здесь такое очень влажное место, и вот эти вот хосты и остильбы, в принципе, даже когда какую-то часть суток здесь освещается солнцем, благодаря вот этой вот влажности грунта они хорошо себя чувствуют и хорошо растут. Вот Стрэдбери Хилл, такая очень красивая остинка, она уже даже успела отцвести за эту неделю. Она начала цвести, она рано зацветает, и начала цвести она еще в прошлое, даже в позапрошлое, как бы выходные. И вот она постепенно уже как бы начинает осыпаться. Но на самом деле все, что рано зацветает, это здорово, потому что вот эта вот смена разных сортов, смена как бы в сроках цветения, она дает очень длительную декоративность. Те розы, которые зацвели раньше, они раньше отцветают, но потом они раньше зацветают повторно. И я вот именно за это эти сорта и люблю. Те розы, которые зацветают позже, соответственно, их цветение начинается тоже намного позже. Иногда даже как бы мы можем и не застать, потому что могут прийти возвратные заморозки. Потому что в нашей климатической зоне розы цветут повторно два раза, чтобы мы понимали четко. И вот здесь вот у нас такая вот полянка, которую я очень люблю. Тут у меня зона отдыха, которая должна быть в каждом саду. Причем она очень разная, это зона отдыха. Здесь есть просто площадка, где можно выпить, допустим, потому что она очень солнечная. И тут только утром можно выпить кофе. Очень жарко находиться сейчас. Здесь у меня стоят такие красивые качелики, на которых я могу качаться и наслаждаться розами. И вот тут вот как бы очень много цветет разных роз, как вы видите сейчас. Они в разной комбинации. Вот тут вот есть аквилегии, которые уже отцвели. Но они как бы как раз таки поддерживали сад в цветении, когда розы еще не цвели. До роз цвели сибирские ирисы. Это тоже было очень красиво. Цвели какие-то герани. Какие-то герани цветут сейчас. Вот вы видите, что начали цвести лилии. Все еще цветет манжетка, которую вот я очень люблю за счет вот такого нежной, как бы, это даже, ну, такой лимонно-зелено-желтый цвет, очень аккуратный. И она очень хорошо вот сочетается с желтыми розами, с белыми розами. И получается вот такая комбинация. Я очень люблю декоративные луки. Их у меня много. Вот разных здесь и лук Христофа, и лук гигантский. Вот они разные, эти луки. Они даже, когда отцветают, сохраняют вот такую красивую коробочку. И вот такие вот интересные соцветия эти стоят, в принципе, до самой осени, пока они уже не начинают разваливаться полностью. Из интересных растений, ну, кроме снытия, у меня тут ее много. Здесь вот есть такое вот растение, называется этот злак ячмень гривастый. Он очень нежный и очень красивый. Он чем-то напоминает такой степной ковыль, который у нас, к сожалению, не зимует. Но именно ячмень гривастый вот создает такое нежное облачко и может как бы хорошо расти даже с такими как бы розочками, как здесь вот собраны в основном флорибунды розы. И он не мешает им. У него есть такая особенность, это двухлетнее растение. И вот сейчас вот эти вот колоски отцветут, потом они насеются. И в итоге он перемещается по саду и на самом деле сеется там, где ему хочется. Но каждый год идет такое возобновление, постоянная кустика. То есть на старом месте вот этот кустик уже второй раз не зацветет. Но зато он зацветет в каком-нибудь другом месте. Здесь еще использовано несколько интересных таких приемов. Здесь вот еще есть лилейники, кроме всего прочего, с кусты, там спирея я очень люблю, спирею японскую. И здесь есть еще клематис. Клематис цельнолистный, вот он так рассеялся и вот на куст розы, и лежит на лилейнике, лежит на хосте, лежит на манжетке. Клематис цельнолистный отличается от клематисов обычных тем, что он не цепляется, как те клематисы. То есть он не вьется сам по себе. И это чаще всего кусты до метр двадцати максимум. То есть это где-то метровые в целом кусты. Особо больших из них нет. Бывают крайне редко, чтобы были повыше метр пятьдесят. И этот клематис очень красивый, и он как бы обрезной полностью. То есть на зиму его достаточно просто срезать. Он отрастает и цветет заново на побегах текущего года. И вот такой вот необычный прием, когда вообще ни на какой опоре никуда его не надо подвязывать. А просто эти плети сами по себе стелятся по земле, по растениям. И красиво цветут, очень необычно, среди вот всех остальных растений. Очень много у меня растет гехеры. Гехера вообще красивое бордюрное растение. Хорошо очень обрамляет розы. Вообще, я могу сказать, что коллекционеры гехер не считают вот это вот цветение декоративным. И часто даже удаляют для того, чтобы там не портить вид внешней куста. Но лично мне вот это вот нежное такое облачко, которое они образуют вот эти соцветия, да, они выразительные. Но они как нельзя лучше гармонично очень смотрятся вот с такими как бы цветущими розами. Они не конкурируют с ними, а наоборот создают такой красивый и нежный образ стилистический. Сейчас я вам покажу свою такую, один из любимых своих шрабов. Вот это вот лавандерлейс, которая такая вот очень красивая. Она пахнет мускусными розами. Это вообще мускусный гибрид. И запах такой специфический. Я бы не сказала, что я ее особо ценю за аромат. Но мне она очень нравится своей устойчивостью. Тем, что она хорошо обильно цветет, тем, что она хорошо зимует. Вот вы видите, какой вот это вот большой такой красивый куст пышный. Она в принципе в теплом климате может вырастать до 3 метров. То есть быть как плетистая роза. Но у меня как бы сильно высокая она не очень получается. Но вот вы видите, что 1,80 метра, вот с меня ростом 1,70 метра. То есть она вполне легко как бы получается. Здесь идем дальше. Дальше тут уже отцвел у нас геркулес, который я тоже очень люблю. Видите, какой он высокий. Но, к сожалению, уже отцвел. Поэтому цветки может быть не самое привлекательное. Сейчас как раз таки наступает уже такое время ухода летнего за розами, когда нужно обрезать все, что отцвело. Пока еще цветут в кистях, вот как здесь. То есть я просто беру там удаляю то, что вот эти вот бутончики обрываю. Но когда уже полностью отцвели кисти, это уже надо взять секатор и обрезать до первого хорошо развитого листика. Вот эти вот розочки. И тогда они зацветут повторно. Но вот здесь вот как раз таки еще более свежие такие цветки, за что я люблю вообще в принципе геркулеса. Он, кстати, такой, ну запах не сильный, но все равно пахнет. Это вот за вот эту вот окраску, которая, видите, посмотрите, тут такая очень необычная, очень красивая, сиреневая, даже с каким-то кофе окраска. На самом деле лучше всего он смотрится в полутени, когда уже яркое солнце спадает. И тогда он начинает вот эта вот окраска более ярко на нем играть. Ну, здесь вот разные как бы розы. Здесь есть и акрополи, здесь есть разные и остинки. И вот эта вот английская роза, которая тоже уже вот так вот цветочки я уже обрываю, хожу ее, потому что они отцвели. Здесь опять же в партнерах то, что мы видим, вот отчиток еще у нас есть, который тоже очень красивое растение именно для первого плана. Он создает такой бордюр, и я его, ну как бы очень часто, очень у меня можно встретить, повторение вот этого цвета вообще в принципе. Вот вы видите, у меня гехеры повторяются, у меня отчиток повторяется. И все это вместе связывает сад в принципе в одно целое. И я хочу еще вам рассказать по поводу сочетания цветов, очень важное такое. Я, конечно, когда планировала свои вообще все розарии, я разбивала их на какие-то цветовые зоны. Но мой просчет сегодняшний, который я как бы четко знаю как ландшафтный дизайнер, на маленьком пространстве все-таки в итоге это получается достаточно пестро. Потому что даже если я формирую желтый розарий и розовый розарий, но они находятся напротив друг друга. И, конечно, вот эта цветовая гамма считывается. Это я вам рассказываю на будущее, что когда вы будете проектировать свой сад, все-таки нужно различные цветовые какие-то розарии, которые вы собираете, комбинации, не делать в одной зоне так, чтобы они были на, ну как бы в пределах видимости друг друга. Вот здесь я хочу вам показать эту розу. Это английская роза из достаточно молодых сортов, которая мне очень сильно понравилась. И я вам ее советую. Я вам могу сказать, что название очень сложное, я с трудом его выговариваю. Это маринер, маринер, the ancient mariner. Вот такой вот красивый сорт. Что мне в ней нравится? Во-первых, она рано зацветает. Во-вторых, она очень долго цветет. Она здесь вот вообще, как бы в этом году очень погода такая неустойчивая. И все знают, какие вообще были ураганы и ливневые дожди. И вот то, что касается этого сорта, он у меня удивил очень сильно устойчивостью к осадкам. То есть он, в отличие от многих других роз, которые сильно побила, вот моя любимая the duck lady, как бы она, конечно, сильно опустила свои мордочки вниз, то этот сорт он выдержал. И посмотрите, как у него вообще, в принципе, побеги очень хорошо держат цветочки вверх. Цветет она уже вот две недели, и при этом вот постоянно какие-то новые цветочки распускаются. То есть замечательный сорт. У нее достаточно слабый аромат, но все равно, в принципе, как бы я считаю ее очень удачной. Поэтому вот от души ее рекомендую. Вот здесь вот мы проходим, это как раз-таки вот этот желтый с абрикосовым розариум. И здесь, как бы, очень много таких вот флорибунт, которые все в пределах одного роста держатся. Я вам могу сказать, что вот здесь многие розы, которым уже вот эти кусты по лет 12-14, то есть они давно очень растут и, как вы видите, прекрасно себя чувствуют. Это один из моих самых старых штамбов, просто обычный из эферии. Вообще в штамбе всегда, удача штамба всегда зависит от того, какой сорт привит на нем. И я считаю, что вот почвопокровные очень хорошо зимуют и живут, потому что штамбу этому уже, наверное, ну я не знаю, лет 14 точно есть. Это достаточно много для штамба. Видите, какой он стал. Был когда-то маленьким деревцем. Видите, какое, конечно, массивное вот стало у него здесь место, это прививки. У него было три прививки. Сейчас уже вымерзла, одна точно прививка вымерзла у него. Но в то же время он все равно держится. Я даже одно время думала, что он так сильно подмерзнет и погибнет. Но нет, молодец. Потому что сорт этот практически неубиваемый вообще, в принципе. Вот здесь еще как бы некоторые розы только начинают зацветать. Начинает зацветать навалис. Вы видите, еще даже нет как бы на нем цветочков. Вообще, в принципе, вот тут вот сорта какие-то так получается, что позже цветут. И они только-только начинают, но скоро зацветут. И здесь очень много у меня таким облаком герань, которая тоже сейчас цветет. Я говорила, что гераний у меня много и разных. И я, в принципе, люблю герань. И вот она создает такое облако. Когда она становится уже таким доцветающей, а это уже скоро она уже доцветет, ее просто достаточно обрезать. И она быстро очень отрастет. И опять будет вот таким зеленым пушистым облачком с цветочками, как бы у нас здесь сидеть. Здесь вот у нас мы видим, вот там у меня есть теневой цветник. А тут у нас такой большой длинный розарий. И вот это вот тоже почвопокровные розы. Вообще, почвопокровные розы я не могу сказать, что люблю очень сильно. Точнее, я их люблю. Но я считаю, что для них нужно определенные места, вот где бы они хорошо смотрелись. Вот я вам уже говорила, в качестве штамбовой розы почвопокровные розы хорошо смотрятся. Почвопокровные розы замечательно смотрятся на склонах. Мы это часто используем в ландшафтном дизайне, когда создаем сады. И они прекрасно смотрятся на подпорных стенках. Они очень красиво свисают с них. Они прекрасно себя чувствуют. А что касается вот такого плоскостного сада, как мой, почвопокровные розы чаще всего теряются. Вот у меня росла заферри просто кустом. Она была в самом низу. Вы видите, какие у меня, в принципе, высокие все кусты. И она постоянно терялась. Поэтому вот единственную почвопокровную розу, которую я оставила, это вот такой Purple Rain Кордесовский. Она достаточно высокая. Хотя вообще по классификации к почвопокровным розам относятся все те розы, которые растут больше в ширину, чем в высоту. То у этой почвопокровной розы такой округлый, аккуратный кустик. И она очень обильно цветет такими красивыми. Я не могу сказать, что тут прям... Ну, я почему-то думала, что она будет более сиреневая. Ну, скорее малиновые такие цветочки. Здесь мы видим, конечно же, вообще самую известную розу для всех вообще бабушек, у всей страны. Это фламентанс, который очень многие любят. Кто-то, наоборот, ее считает немодной. Тут, может быть, разных много мнений. Я лично считаю, что, конечно же, в качестве какого-то такого неубиваемого, неубиваемой розы она вполне может быть, потому что бабушки ее в деревнях очень часто даже не накрывают. Она остается у них как есть. Конечно, в какие-то суровые зимы она вымерзает. Но в итоге она просто не цветет. Отрастают побеги, которые цветут уже в те годы с более мягкими зимами, когда она благополучно перезимовывает. У меня эта роза идет под общее укрытие. Я ее все-таки пригибаю, наклоняю и укрываю. Тогда она цветет каждый год вот так вот обильно. И вот это один куст, который вот так раскладывается на перголу, на ширму, который закрывает у меня хозпостройку. Это тоже такой ландшафтный прием. Здесь у нас опять же английские розы. Здесь вот есть Heritage, которую я очень сильно люблю. Красивая такая нежно-розовая розочка. Она тоже зацветает рано. Вот вы видите, я уже начала здесь обрезать то, что вот отсвело. И на самом деле в прошлые выходные вот это все было покрыто цветами. Но она очень быстро зацветает повторно опять же. И вот этот вот я вам рассказывала, что этот способ очень замечательный продлить вообще цветение роз в саду. Дошли до моей любимицы. Это темная леди. Очень люблю эту розу. Она тоже зацветает рано. Я уже тоже ее успела немножечко пообрезать вот то, что у нее отсвело. Потому что вот этот куст в прошлые выходные был весь покрыт цветами. Сейчас она уже начинает отсветать. Но зацветет. Она хорошо цветет повторно. Видите, какие крупные красивые цветки. И вот она мне очень сильно нравится. Я ее очень люблю. Плюс она еще и ароматная. Здесь вот английские розы, которые тоже у нас здесь. Вильям Шекспир. Видите, как некоторые бутоны все-таки от дождей не выдерживают. И подгнивают. Можно их, конечно, попробовать еще вот так оборвать. И тогда, возможно, часть распустится. Но, скорее всего, нет. Вот видите, вот это вот Ботритис, который из-за влаги. Это свойственно вот некоторым сортам, которые не выдерживают вот такого дождя и подгнивают. Особо спасения от этого нет. Мы можем, конечно, пробовать обрабатывать. Но с такими дождями, которые были, проще вообще отказаться от таких сортов на самом деле. Здесь вот тоже одна из ранних и уже как бы сильно обрезанная Golden Celebration. Потому что она уже доцветает. И сейчас вот я продолжаю все еще выламывать ее цветки. Вот это уже новые какие-то побеги выросли. Но в целом я уже ее тоже обрезала. Сорт этот очень красивый. Я постоянно про него рассказываю. Вообще очень сильно люблю. Ее многие любят. Она достаточно высокая. Она очень рано цветет. И вот эти вот все особенности мне очень нравятся. Здесь такие у меня заросли Монарды. В принципе, неплохой партнер для крупных роз. Вот эта плетистая роза называется Лагуна. Это опять же Кордес. Запах у нее такой специфический. Я не могу сказать, что он розовый. Больше какими-то специями пахнет. Но все равно мне эта роза нравится. Она, во-первых, цветет повторно. Потом у нее такие очень красивые, видите, цветки. Вообще вся серия Лагуны, которые вот сейчас, вот то, что я показывала, Свит Лагуна. И вот это просто Лагуна производная, от которой все произошли. Вот другие два сорта. Она, в принципе, очень хорошая, очень удачная плетистых роз. Здесь тоже английские розы. И опять же, многие из них уже, конечно же, тут немножечко отцвели. Кром принцесс Маргарет отцвела. Вот такой вот огромный шроп Шерлетт, который тоже еще, ну, часть отцвело, часть еще даже не зацвело. То есть они в разное время все цветут, поэтому все как бы у них по-разному. Вот здесь мы как раз-таки можем увидеть вот перспективу. Я вам говорила о планировании сада и говорила о закрытом таком пространстве, с помощью которого спланирован мой сад и плавных линий. И мы не видим, в принципе, опять же, обзора. Мы даже не видим отсюда качели. Вот мы видим вот эти плавные линии, которые сгибаются где-то, находят на дорожку. И дорожками у меня служит обычный газон, по которому можно ходить. Вообще в маленьких садах, в принципе, дорожки не нужны. Это я вам скажу вот искренне вполне. То есть они нужны только для основного транзита. Вот для связки каких-то построек основных, для калитки, это понятно, что основные транзиты. И для второстепенных дорожек, для того, чтобы здесь прогуляться по саду, вообще мощение не нужно. Можно вполне ходить по газону. Это, кстати, является такой современной тенденцией, потому что раньше привыкли рисовать дорожки и прокладывать, и делать их там везде. Как бы считаю, что вот гулять можно только по дорожкам, по мощеным. Но на самом деле это экономия денег большая, когда мы просто делаем газон и гуляем прекрасно себе по газону. У меня даже по этому газону дети на велосипеде ездят, и он не вытаптывается. И в принципе, хорошо себя чувствует. Здесь у меня есть такая лужица, но это на самом деле небольшой водоем, который я когда-то сама копала. Он очень заросший, и в принципе, мне нравится вот эта его дикость такая. Вообще, тема воды в саду, она очень актуальна. На самом деле, люди любят воду, и я тоже, не знаю, в какие-то такие моменты прихожу сюда, когда очень сильно жарко. Здесь всегда прохладно за счет вот такого большого красивого дерева. Это клён Друмонди, очень красивый клён астролистный. И здесь такая постоянная тень, и здесь немножечко есть воды. И я прихожу сюда посидеть в какой-то тишине, когда жарко. Здесь всегда очень прохладно. Вообще, вода очень хорошо в саду. И я могу сказать, что этот водоем я копала сама. Это был такой, с моей стороны, такой первый вообще опыт с водоемом. Очень хотелось, никто не хотел помогать. В итоге я встала, взяла лопату и начала копать водоем. Водоем сделан с помощью пленки специальной для водоемов, которая выстилается, то есть сделается ложе, засыпается песком для того, чтобы было мягко. Потом правильно укладывать геотекстиль, сверху укладывается как раз-таки пленка. И потом это всё заполняется, берега оформляются и получается вот в зависимости от размеров либо лужица, либо полноценный водоем. Какое-то время вот такие фиолетовые цвета были огромным трендом. И очень были популярны с лидерозаводов. Мы все вообще гонялись за розами такой окраски. Здесь сидит два сорта. Уже доцветает кардинал Доришелье. Это более тёмные цветочки с белой серединкой. Вот они. Уже он доцветает, он однократно цветущий. А вот это миневра, которая не так давно начала цвести. Ну и как бы вот она такая, немножечко светлее, чем кардинал. Мы можем сравнить цветочки рядом. Хотя на самом деле очень сильно похоже. Здесь такое у меня в саду ещё одно место, где можно прийти и посидеть спокойно в тишине, уйти от всей компании. Вообще я считаю, что зон отдыха в саду должно быть много. Потому что люди не должны кучковаться все в одном месте. То есть если есть желание уйти куда-то почитать книжку, то где-то шумят дети, жарят шашлыки, то ты вполне можешь уйти вот в такое вот местечко, где тебя никто не видит. Ты никого как бы не трогаешь, тебя никто не трогает. Ты сидишь спокойно, наслаждаешься красотой роз. Здесь у меня английские розы. Здесь есть у меня вот такая вот роза из американка. Но просто я сейчас не записала, к сожалению, её сорт. Очень интересные окраски. Вот такой вот. Вот. Очень красивая. И здесь есть тёсинки, которые мне очень нравятся. Это вот Роял Джубили. Очень красивый сорт. И Оливия Роуз. Вот она рядом. Она уже доцветает. Видите, какой красивый у Роял Джубили. Очень нежный цветочек. Он такой чашечкой аккуратный. И внутри, когда распускается, есть серединка. Очень красивый, желтенький. Мне нравится этот куст. Он такой достаточно высокий. Вы видите, вот веточки поднимаются вот так вот высоко. Пахнет он не очень сильно. И очень мне нравится, вот к сожалению, сейчас уже немножко вид потеряла. Но вообще, Оливия Роуз из современных сортов, последних, которые Остин выводил, она мне очень сильно импонирует. Опять же, за счёт вот такого достаточно крепкого куста. За счёт вот этих цветочков. Посмотрите, какая у неё вот здесь внутри симпатичная пуговка. Она имеет такой тонкий, приятный очень аромат. И у неё такой аккуратный кустик, ну, высотой, наверное, сантиметров девяносто. И зацветает она тоже достаточно рано. И очень хорошо цветёт, опять же, повторно. Вот сейчас она уже как бы две недели отцвела. Сейчас ещё доцветает как бы у меня. Потом я её всю обрежу, то, что отцвело. Подкормлю, и она зацветёт повторно через какое-то время. В общем-то, очень хороший сорт. Здесь у меня такой вот с папоротниками и с рододендронами. Вот кусок с такими теневыми какими-то растениями, вернее, полутеневыми. И рододендрон здесь грандифлорум, который очень хорошо цветёт. Вы видите вот это вот всё то, что отцвело. Он огромного размера. Он там больше двух метров. Очень большой. Вообще, я сразу могу сказать, что выбирая себе рододендроны для сада, я бы, например, рекомендовала бы квадбинские сорта рододендронов. Потому что я считаю, что они очень устойчивы. Я всегда на них ориентируюсь, когда ставлю их проекты. В принципе, укрываем мы их только первых года два. А потом без укрытия они зимуют хорошо. Бывает иногда, конечно, цветочные почки подмерзают. Но в целом, вот вы видите, какие это большие, красивые кусты. В более тёплом климате вот этот вот я видела в Германии. Этот сорт именно, да, грандифлорум. Он вообще вырастает до трёх метров. То есть очень гигантский такой. Здесь вот такой вот у меня уголок, островок с моей самой старой штамбовой розой. Она ещё не зацвела. Это обычная эксельса. Живёт она уже очень много лет. У неё там прям ствол целое дерево. И когда она зацветает, вот это всё просто шапка малиновая, которая цветёт очень красиво. У неё в подножье вот здесь вот колокольчик, который двухлетний. Он сам сеется молочно-цветковый по всему саду. Здесь есть опять же манжетка. Есть немножко остильб. Вообще остильб у меня очень много по саду. Мы можем видеть. Я люблю вообще, в принципе, остильбы. Вот это вот сорт называется германика. Вот она такая вот красивая, беленькая остильбочка. Опять же мы можем здесь встретить луки. И, конечно же, розы. Бенджамин Бриттен вот там вот сидит такой красивый, очень яркий. Вместе с клематисом. Вот это вот клематис, который вьётся прямо по розе. Я не могу сказать, что в этом году, ну, просто постарели уже очень сильно у этой плетистой розы. Она достаточно давно тут живёт. И постарели побеги. Мне пришлось, хотелось очень её омолодить. И поэтому я вырезала все самые старые, самые толстые. В итоге она, конечно, в этом году получилась достаточно низкая. Но всё равно, вот видите, у меня она тут растёт с партнёром, с клематисом. Это клематис второй группы, который вот так вот красиво на ней цветёт. И красиво очень выглядит вместе с розой. Вот здесь вот осталось, в принципе, сада совсем немножко. То есть дальше у меня за аркой есть такой небольшой огородик. Там в приподнятых грядках у меня растёт в основном клубника. То есть там немного всего. Вот здесь собраны жёлтые и оранжевые всякие розы. И, ну, как бы, Пэт Остин здесь. Мустат Вуд такой фиолетовый, да. Здесь Порт Санлайт вот сидит. То есть все такие вот фиолетовые и оранжево-жёлтые сорта. Вот они вот здесь, вот в этом розарии у меня. Если заглянуть туда дальше, там ещё продолжается какое-то количество рост. То есть небольшой розарий идёт вдоль забора. И там растут бельведер, там растёт рапсодий инблу. То есть всё вот это вот цветник, который такой сиренево-оранжевый. Вот он продолжается ещё туда. И на арке здесь вот такой вот клематис мелкоцветковый. И розочка амарета, которая пахнет тоже очень вкусно. Со всяким таким запахом миндаля и косточек. На этом мы нашу экскурсию завершаем. Я надеюсь, что вам понравилась прогулка по моему саду, который я очень сильно люблю. И мне бы хотелось, чтобы вообще садов у нас в Беларуси было вот как можно больше. И я желаю вам красивых садов, красивых цветов, чтобы вы любили вообще природу, любили страну, в которой мы живём. И были счастливы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова